привитоса амигоса снова bloodborn снова эти гребны катакомбы я пользуюсь тем что сдох сходил значит обратно и вставил нормальные самоцветы в эту пилу на физическую атаку так что теперь дрын должен мочить как надо вообще хочу сказать что конечно грибать я мастер конечно катакомбы эти не очень интересная локация даже скажу что совсем не интересно вообще вообще не интересно блять не та кнопка мудак коктейли молотова разбазариваются просто в лед вот по сути что из себя представляет эта локация это комната с мобами знаете как будто вот я в линейдж грани в bloodborn и сюда надо пачкой приходить фармить нам какой нежить вот такие и глядя на то сколько вообще в этой игре таких вот этих гробниц как вообще накатывает уныние потому что мы их очень до хера и не помню было здесь или нет вот они прям в рядок стоят но потому что их не сложно делать можно сделать очень много ну чё там да мы тут были пошли то есть минимальный какой-то ландшафт текстура пещеры потом комнатки переставили control c control в скопировали вставили мобов блять расставили все готово поэтому он гробниц видимо сделали очень до хрена вот я вообще когда играю в сингл плей я хочу чтобы как-то игра развивалась чтобы она к чему-то вела все-таки ладно dark souls там по сути игра тоже как и мы мо только сингл но там хоть идет какое-то развитие ты все время идешь куда-то вперед проходишь дальше блять лазить по гробницам это вообще другое это это умение какое-то не знаю это как блин первое дьявола если кто не помнит да не застал силу возраста первое дьявола была в одной локации в церкви там просто по этажам ходил без конца с конца там даже 15 по-моему бал по-королевски просто блять уебенил куда ты пошел и чё ты делаешь ты лестницу решил сжечь вальнул он его или нет я чуть не понимаю странный какой чувак в помощники набился вот это в первый дьявол там хоть на этажах босса были там ну здесь тоже босс был блять горит что это не босс нихуя кто-то да это вот там мясник там сидела внизу си сам дьявола бегал но это было не так интересно как вот путешествовать по миру во второй части немножко другие ощущения от игры получаешь когда вот она какой-то замкнутой херни но это как а лордсов за фолин фейлин полин как хотите они тоже в общем-то в одной локации вся игра вся игра в кому-то монастыре и порталы блять параллельные миры какие-то бред вот поэтому лорда не не получились такими интересными как dark souls хотя боевка та же самая геймплей тот же и вообще не там хотели dark souls и типа этой игрой вызов бросить по графике бросили по сюжету не бросили то есть как там вот так получилось и bloodbord он скорее похож на лордов вот реально у на лордов больше похоже чем dark souls своей вот этой боевкой которые типа якобы похожи на самом деле общение такая как дарке внимание он там привлёк причем я даже вижу комнаты похожие вот полностью похожие комнаты вот такая же была внизу там толстяки стояли я еще подумал что вот эта панель нажимная а может я туда же и пришел дверь просто не видел отлично блять мой кореш меня покинул короче вот ничего не понимаю вроде у меня 150 должна быть атак физической ловикушки 117 плюс 54 физической атаки начата не вижу сколько дамага там походу он так смачно там парировал что даже я услышал и если бы я здесь ходил при эти двери были бы открыты они закрыты скотт хер так что это просто похожие комнаты а он опять этот как в комментах написали это логвинов говорят логвинов босс локации но это блять пистолетный логвинов как не страшно самый худший логвинов тот который у вас булавой стоял это шара дырявый блять госсуга 10 из 10 антоша что-то там не густо у него под этой сублигарей так ничего золотой гроб я походу нашел пророка искал его в ларе крофта он в бладборне сука лежит оказывается где-то мой помощник иди кол готовь осиновый сейчас я чё-то выпущу походу чё ебать за звук такой стремный ритуальный кровь x2 это мне вот этот лут таким звуком обозначили что ли как будто тут сейчас я не знаю меч короля артура блять найду кого-то в реальном гробу искали бурсуга не говно как это дешевая смотрите-ка здесь труп лежит какой-то скорбный бабский головой в ту сторону а там золотой труп может какая-то пасхалка к чему-то статуи как бы статуи на композиции называется ебаный стыд видите ебаный стыд то есть там видать кто-то не очень пиздатый похоронен если у него статуи такие стоят обычно там в крутых гробницах не знаю статуи какой-нибудь скорбный плач изображает типа вечная трагедия что такой вот человек покинул наш вредный мир а тут статуи статуи ебаного стыда везде стоят я даже не знаю кто только что я слышал шагов больше чем у меня ног никого нет так ничего тут не засунили микро квиле кто-то не заспарилась нельзя спаунилась не спарилась там охота за стенка я слышу своего напарника шаги ну и пиздюлей сейчас получу вот больше тут идти по ходу вообще некуда внизу а чё внизу внизу тоже он проходит какой-то ёп твою мать он его не добил что чудо что он залип тут в уголочке думал наверное я его не найду а где же мой напарник сдох что а ну да то то звуки были так таких жестких бэкстабов наверное моего напарника за бэкстаб блядь а хули ты тут делаешь я чё-то не понял вообще как все прошел ебать мой хуй это чё было даже завязывали на нее наступать а он же здесь балкона сверху упал там он залез а ну и прохода то есть нет никакой да ну чего значит дверь мы еще не открыли туда там мне часто в комментах пишут что там где-то в колодце блять на балконе была какая-то секретная дверь за которой это шмотки вы чё правда думает что пойду туда запрыгать до чехал я блять такие секреты мне конечно и чё за шметки здесь так вот тут мочканул что мне конечно интересно что там но я ебать даже не представляю как туда прыгать подсказки только в онлайне поэтому не хочу не хочу страдать этой хуйней я считаю что в игре которая не про прыжки заставлять человека куда-то запрыгивать этого ну бред чистой воды чтобы там пиздатого не лежало меня это еще в dark souls of выбешивала не хватало еще здесь этим же заниматься есть несмотря на то что я очень люблю эту серию игр есть вещи которые я бы с удовольствием из этих игр убрал про считаешь там не нужны только портят на этом у всех есть есть что предъявить dark souls of даже если вы поклонник серии все равно что-нибудь что вам не нравится там должно быть это что ты назад иду или вперед а вперед вот эта дверь закрыта да но механизм на какой-то обоссанная который вообще не знаю где находится а нет открыто смотри давай не будем заходить туда я говорю блять сумка ёбаный бров гражданин у меня очень много душ с собой пожалуйста не надо нахуй иди ебать у тебя жерло моя хотеть пофармить моя не хотеть драться мой спутник быть полный педрила нихуя не делать дай ему пиздюлей господи пёсик пожалуйста разбуди его ли то олежка я буду прыгать здесь можете пиздюли перед пиздюлями перепадет и ты поймешь что ты мне нужен супер еще олежка греб олежке по-прежнему похуй на собака на него отвлекается это ладно блять и у меня просто случайно лапой заднюю да помощник у меня сука в этом бою просто знатный был блять просто вообще просто вот лучший этот помощь самый лучший помощь на земле сука хули он там по ширине в двери не поместился что ли только пидор дырявый где тут проход то блять чтобы по-быстрому туда с боссом я люблю пободаться вот босса там не нравится пизда пятерки душ пободался с боссом мама вы вафил блять так ну души я уже свои не получу надеюсь что за смерть этого босса мне возместят так дать поровым бэкстабы огнем бесполезно здесь его жарить вам он пока психует блять от бэкстаб ну босс кстати большой сочный я не понял сейчас как он блять меня убил нахуй правда но во время прыжка видимо залупы мне по голове попал вообще с драки с таким боссом я бы предпочел пушку в этой игре пушку с мощным альфа-дамагом двуручную какой-нибудь но блять я так и не пойму можно ли в этой игре вообще брать оружие в две руки говорят можно я не понял что это блять за сатанинская комбинация клавиш нужно твою мать босса в стиле dark souls а такой блять прям у него и такие блять атаки и вот такие всякие разные пиздатые видали что он как он умеет блять но в принципе он такой будет а блять малость ограничено возможности да зато блять ваншотных нахуй возможностях он не ограничен ни в чем все не отказывают уядет блять по полной вот молода молот можно взять в две руки написали вот чтобы я именно пилу как-то взял две вот я вообще нахуй не понял такую брать кстати молота прикол вообще не понял я пушку заточил смотрите пилат плюс 3 молот плюс 3 у пилы благодаря самоцвета можно плюс 51 разогнать у молота только 29 то есть блять молот медленнее машет урона практически больше ты не наносит фуфло какое-то вообще я не понимаю что за хрень тут с пушками в этой игре происходит как как тут вообще нормальные стволы они почему все вообще вообще все один дамаг имеет примерно равные друг от друга не отличаются только ячейки смоцветные разные и и мои в ячейке вся сути есть наверно получил призвелей 71 дамага нанес в ответ блять еще 70 дамага нанес так долго блять можно и убивать по моему с помощью пиздец еще по моему с кувалду медленнее кувырок делает с ученыш очень медленный херовый кувырочек он силовым ударом 41 вообще блять но это пиздец естественно получил призвели но увидите да блять дамаг дамагу молот какой очень мощнейший я блять на него столько денег выебал какие-то камни блять нереальные у него поставила он такой блять абсусный у меня вообще такое стойкое чувство что силовые пушки в игре говно что надо его бить быстрыми быстрыми стволами пиздата вообще блять просто пиздец его блять слева обходить бесполезно на туда прыгать что я уже столько раз сдох блять этого босса еще даже не понял вообще убивать зачем блять планирует наблевать огнем ну такой в дске был босс огненный хуй там скорпион какой-то был бздит меня смотри 97 сильным ударом блять пиздец я ебал вот этот эту пушку блять который что сильная атака что блять не сильная примерно одинаково сейчас и крестовины блять не туда нажал и превратил свои жизни в пули которыми нахуй не нужны абсолютно блять конченное кстати говоря управление вот в этом плане кто придумал что надо нажать им блять крестовины вверх превращать здоровье в пули пиздец нахуй они тогда пропад продаются блять и лутаются знаете тут бы тут бы шмотки блять защита от огня были вообще заебись так это наблевать собрался самое время в ебать им пил увидите сколько пила наносит надо хуя наносит в отличие от от молота хотя они вот одинаково заточенные камни в них топовые или более топовые не знаю это собака чем больше я ебашу тем она сильнее горит дать у нее пукан гадать подгорает значит попыталась за своим хвостом походу крутится блять понятно после атаки спереди ее значит в лоб и возьмешь до да это лечиться твою мамку делал болеть коротенькая пила блять в этом минусы она вот нихуя не достает блять постоянно чтобы дамаг ей нанести блять тварь ебаная кривая вот когда герой прогибается они кувырок делает тогда блять как-то надо вовремя нажимать блять как мне блять дико везет что он что она перепрыгивает блять а вот это какой-то нахуй удар который хуй ты так просто вернешься блять надо вот ее именно блять на тот провоцировать когда вот она снизу вверх кусает это вот борода ой ел твою мать а это чё а вот это вот и как для спасаться у мануса такой пыли не было или водка узорная узорная взблеводка блять давай крокодил ебливый блять джойстик вспотел нахер столь скользкие стики стали пиздец пиздец а нахуй иди блять ебаная твое нахуй комбо сука блять тварь ебаная а ну пиздец ну немного полегче честно говоря осталось этой кончалы ведраться блять видите я теперь смело бью по морде блять она меня смело хуярит прыжками мы вообще нормально не башен скорешились блять скорей нахуй породимся блять анально в среднем на попытку боя с этим шакалом возломнившим себя гордым собакой уходит хилок пять иногда больше поэтому уже приходилось бегать фармить блять я уже зол в принципе мне не хватает немножко дамага блять чтобы у пиздец его на мусор и немножко я взял только реакции чтобы уворачиваться нормально ну вот это вы не общая на бит к этому может быть привыкли блять собаки можно как-то лапу подсечь она походу только один раз забой переднюю подсекаешь лапу она преподает но блять подсеченная лапа как мы видим стакать ты блять не механика не мешает вот смотрите еще одну лапу за это время я ей только раз напиздурял тысячу дамагов в этот раз не повезло мне пиздурял куда меньше вот она блять когда разозлится у нее становятся немножко другие атаки по ходу блять от которых уже не увернешься так как в начале битвы это полный пиздец и знаете я бы с удовольствием этого босса чем-нибудь забросал у меня есть только коктейли молотова и масло и в том и другом случае блять он загорится только сильнее поэтому я не вижу в этом логике даже пробовать не хочу а он лапой бить начинает вот что не так вот почему не увернуться раньше он кусать пытался теперь он лапами месть а анимация блять тоже вот вы ебает а что такое вот в бладборне боссы они вот все прям блять середине боя меняются резко дарки такой хуйни нету но на одно она вы бывает но так она не распространена тут просто каждый босс проходит две а то и три чаще даже три этапа какой-то ярости блять не эпической вспомните блять старика этого на кладбище чего он там делал сначала блять он секиру разложил а потом нахуй превратился вообще в охуенную собаку хочу же блять в этот тарас не повезло блять а я не вижу блять его вот сейчас бы ему сломать нахуй ногу да ебать заспамил сука говно блять вонюще под комбо попал и все равно заспамил центральная чаша по ту метру огненный кровавый самоцвет одна штучка две тысячи душ за такую босяру дали слушайте босс очень интересный был на самом деле он был жопоразрывателем но блять мы же за это все любим эти игры за жопоразрывательных боссов хотя вы иногда не блять перегибает сука вот дымный рыцарь это пиздят согласитесь на пару с сэром алоном это просто блять вообще вот по сравнению с ними это собачка конечно детский садик но чё я думаю тогда что первую гробницу прошел полностью кстати можно чашу с этого надгробия забрать еще видимо куда-то поставить я не знаю что делать с этими чашами если в первом dark souls на компе хоть стояла как задача да непонятно зачем но позвони три раза в колокол а риск два раза то тут чё с этими чашками делать я чё-то вообще не въебу может и сюда надо поставить инструмент мастерской а чё у меня есть инструмент у меня он а у меня уже три чаши ёптить общее фиксированное подземелье общее фиксированное подземелье мне кажется что эти подземелья это кооперативные локации это счет час только об этом подумал что в кооперативе наверно надо проходить эту херню видите ритуал чаши он вообще любую чашу сюда ставишь по ходу да и работает вот еще одно подземелье вот а эту чашу смотрите можно забрать убрать чашу вот я не знаю нахуя и убирать для чего есть какая-то разница между этими двумя подземельями но я думаю что это еще более хардовая на еще более хардовые левелы рассчитана сейчас давайте глянем примерно чего там я думаю тем кто не играл владик интересно но мне интересно зал печати но зал а также до называются походу слой 1 слой 2 вот это все это это все залупы это все они соблюли ритуально чаша найденная цирка используйте для ритуала пусть чаша укажет гробницу богов пусть кровь послушать охотнику пищей и примет он причащениях херня как полная зловещий звонки колокол порождение темных мыслей позвоните в него чтобы стать врагом охотника в рана ну понятно это как синий череп красный череп или как там осколок синий красный белая лента посланника не успел ну и по сосраться сушки такой же подземелья в блять они даже нахуй не запарились ним не нарисовали его как-то по-другому знаете как эти блять вот подземелья в линейджик где там фармите эти каменные таблички то за божество сдать вот все подземелья разные мобы разные но рисовка одинаковая да ну комнаты по-другому стоят а здесь смотрите даже бомжи такие же просто не наверняка сильнее стали живучие они не стали я же скажу уча скажу сильнее стали они ваншотят то есть ну блять это пиздец полный как я понимаю если я не играю по сетке да мне незачем вообще посещать эти подземелья напишите вообще нахуй они не нужны я вот что-то не очень понимаю никакого лута тут нету единственное что я получил за победу над боссом это чашу чтобы еще раз блять сходить в это егучая подземелья то есть это не приз это не мотивирует меня проходить одну за другой эти блять обосранные гробницы даже в том брайдере и то там ненужные апгрейды это итог блять годная годнота по сравнению с тем что здесь вообще ничего не дает я короче вообще не врубаюсь мне писали что-то про эти подземелья но я так и не понял они для прохождения это нужны вообще нет чтобы игру пройти надо проходить подземелья или они только для прокачки вот я базарю что по мне так это не пвп локация пв пве ну совместная совместная то есть когда вы с корешем коннектитесь и вам надо где-то пойти порубить мобов вы идете в эти подземелья бить этих боссов то есть одному тут потому что вообще не интересно я не знаю вот никакого интереса меня нет вот я блять пиздец как не хочу идти обследовать точно такое же подземелье просто которая значится подземелье под номером сука 2 и это какие-то блять гробницы которые можно было обыграть как-то интересно но над этим они вообще не запарились так что вот пишите что-нибудь насчет их подземелье в комментах что-нибудь то можете заодно нажать ну и все такое